всем привет с вами диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием блунс тд6 в этой серии я хочу попробовать создать самого сильного героя в этой игре вообще нам надо для этого выбрать карту более было зрелищно это сейчас ее потерял рам адоры так выбираем сложность легкую потому что нам будет очень сложно и даже без этого поэтому постараемся хотя бы так выполнить это на легкой так ставим пока что снайпера и что было лучше я наверное нам самого начала немного так денег дам было легче там саму адору пускаем там все качается для начала будет как подстраховка наша и ставим очень много банановых фирм потому что денег нам понадобится это просто вообще то есть если как вы знаете то у нас есть такой герой как супер обезьяна и если ее качать наверх до настоящего бога солнца но мы получим а я всего его стал он получим безумно сильного героя но может быть и вы могли не знать но у него есть тайная прокачка о которой я вам как раз хочу в этой серии показать ну посмотрели и увидели что на действительно невероятно сильная и может быть вы попробовали ее своей игре конечно постоянно использовать это будет очень тяжело но хотя бы один раз посмотреть это будет вообще классно так у нас туда это не достает но ничего мы не торопимся мы тут расставляем может даже вот так вот поставить чтобы здесь вот захватить у нас пока что вроде бы деньгами есть и просто можно больше этих банановых фирм не обязательно что прям у нас они вот так идеально все стояли еще у нас некоторые криво то есть просто постарайтесь сделать так чтобы получать как можно больше денег за минимальное количество времени это вот наша первая задача это будет ставить эти банановые фирмы до купения надеюсь что у нас все выйдет ставить сюда временно действительно вот adora для подстраховки идет так неплохо потом надо будет немного снайпера прокачать а то ему одному все равно будет сложно так можем пока еще вот одного фермера вот сюда поставить потом здесь тоже поставили банановых фирм сам саму фирму надеюсь мы хотя бы к сотому раунду успеем сделать все что как бы задуманное может быть еще скорее всего мы наверное успеем сделать не она это по крайней мере надеюсь постепенно сами банановые фирмы мы тоже вкачиваем больше денег уже начинать с них получать ну что действительно деньги это самое важное может сказать именно в этой серии для получения этого героя потому что там деньги это пару миллионов то уйдет это точно и без банановых фирм этих денег нам не заработать сожалению в этой игре такого не предусмотрено конечно может быть можно будет заработать но это что-то совсем мне кажется нереальным немного используем скилл и одоры чтобы она побыстрее расправлялась причем если есть возможность причем бы нет так снайперу постепенно становится тяжело поэтому будем тоже его немного вкачивать конечно одора очень сильно помогает это радует все же я пока не знаю чего тут вот если он поставил я пока не знаю насчет того что здесь похоже уже не в месяц и ничего ну ничего то я сюда поставим не страшно так надо будет еще рикошетную пулю потом вкачать нашему снайперу чтобы лучше пробивал снять как вот быстрее на самом начале действительно если его поставить много вкачать то он будет очень силен и как бы все будет хорошо так постепенно вкачиваем все денег то уже кстати неплохо нам приносит учетом того что мы как раз все деньги тратим на прокачку наших банановых ферм используем скилл а дурак сам начали очень сильно прям так расправляется с шарами что не может не радовать достает в эту вкачиваем не боимся пока что никто не проходит это радует вроде бы не должен принц кто-то проходить то у нас они вдвоем очень хорошо справляются так вот еще в качали еще в качаем то есть деньги прям хорошо нам поступают только успеваем что вкачивать ну конечно как желательно было бы побольше и побыстрее да ладно все равно по итогу на коктан и на это надеюсь так еще будем ставить банановых ферм тогда вы ее немного то опасно даже стала ничего нас одора со снайпером покажется всеми справляются ой поставить так криво пошло все ну да ладно ничего страшного такого здесь можно будет да здесь тоже можно вы так красиво хорошо в денег накопили все сразу же это вкачаем наверное немного потратим деньги на вкачку нашего снайпера уже не будет пользуем скиллы adora там еще одного нашего этого фермера поставить еще несколько банановых ферм так вот здесь он уже вроде бы не очень так достает хотя вот здесь вот можно спокойно дальше поставить блин его здесь он чуть не улавливает ну да ладно уж невелика потеря так ну деньги то посмотрите уже сколько вот идут пока тут ставила еще больше накопилось можем поставить уже нашего главного героя как раз таки в этой игре этой нашей серии наконец он будет невероятно силен вы даже не представляете хотя может быть вы представляете но и действительно всем советую попробовать хотя бы раз добиться этого результата которую мы будем стараться сами добиться в этой серии для этого вам надо вкачать полностью первую верхнюю линию при этом надо будет еще оставить вне зоны радиуса еще двух супер обезьян и вкачать их уже на линию посередине полностью и линию снизу полностью и тогда мы получим невероятную супер обезьяну они вместе станут едиными я вам все потом подробнее расскажу пока что как бы мы копим а чего им все наши деньги на прокачку наших ферм потому что пока что нашего заработка будет недостаточно вот тут мы уже оказывается и вкачивали так здесь учусь и даже не замечал как-то это где-то 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 так как же много банановых фермы нас у нас конечно тут еще места да ладно они нам кстати пригодятся поэтому я даже у вас сколько денег дало это мне даже рад что я их не трогал все игру мы прошли только мы продолжим как раз еще даже достижения какой-то получили а уж денег нам уже принесли первую банановую ферму вообще по 7 по 8 тысяч уже начали приносить лучше никак не начали а сначала игры нам принесли столько очень большие деньги так до скачаем на банановую исследовательскую лабораторию нашей фермы и этих денег наверно уже будет нам достаточно обык копить и копить как деньги будут лететь сейчас очень быстро если вы могли заметить что вот как у нас сейчас деньги приходят это очень эффективно идет немного использую мадору бан так просто не стояла про обезьяна уже тоже помогает неплохо не может не радовать пока что еще кстати никто даже не прошел да и в идеале то и не должен никто проходить поэтому опять же также и будет продолжаться пользуемся кила дарим всех кучей и поставим здесь нашу деревню обезьянию и вкачаем чтобы у нас вы наш супер обезьяна могла видеть камуфлированные шары помогала всякий случай не снайперу это может быть тяжело одному все выполнять шары уничтолять время нас уже приближается 50 раунд много уже времени прошло но сейчас наша прокачка наша игра будет идти в разы активнее потому что и денег мы уже как бы зарабатываем намного больше чем сам начале прокачка сейчас будет да и в принципе раунды будут усложняться что будет интереснее смотреть пробиваем все тут нормально пачиваем осталось уже немного так-то бананов фирм прокачать то есть половина уже есть так можно даже супер обезьянов хотеть но мы это сделаем много попозже пока что нам и так в принципе нормально почему бы и нет жалко что тут некоторые бананы не подбираются ты не попадают в радиус нашего фермера ну ладно уж ничего страшного если будем сами подбирать некоторые видеом показывается сколько он денег подобрал бананов первое вообще уже сто одиннадцать тысяч жесть вкачиваем вкачиваем которые ящики сами будем подбирать ничего страшного может быть будем когда-нибудь забывать ну да ладно так ну все банановые фирмы мне кажется мы прокачали этого будет прям предостаточно пока что раз воплощение солнца есть так много так вот скачаем чтобы еще повысить его эффективность он бил еще быстрее так поставил ему еще алхимика чтобы алхимик сделал его сильнее потом там же есть вечные изделия у него вечный отвар точнее как он поставил обезьяну аса как бы тут удобно сделать его нам надо будет скачать полностью на нижнюю линию 85000 вот на что нам нужны такие нереальные деньги ну что прокачка тут действительно очень дорогая то есть мы сейчас эти обезьяны все ставим только для того чтобы наш храм солнца которому поставил он поглотил этих обезьян также обезьяну аса деревню может быть он и снайпера поглотит и при этом как бы некоторые из обезьян дают ему способности улучшение определенного уровня которые будут сделать эту этот храм солнца еще сильнее и вот вроде бы как раз бомба метатель тоже усиливает так все теперь можем качать ставить наш храм солнца смотрим теперь передал на стал еще сильнее нам бы сейчас быстрее накопить на радар чтобы как бы наш храм солнца видел комфлированные шары а то он вроде бы их не замечает и смотрим то что ну как бы по поглотил деревню которая у которой есть радар но это все равно не делает ее такой сильной и вот вы сейчас посмотрите какой радиус у храма солнце невероятный он еще поглотит вот эти вот все фермы притом это вообще жесть так еще говорят вот эту деревню посередине которую ставить прокачивать не надо потом люди ставят еще одного аллухимика точно так же его вкачивают денег-то много в принципе можем всех понаставить просто главное чтобы это было в радиусе нашего храма солнца чтобы потом его усилить всех не переживаем денег все равно у нас это идет очень много ставим еще обезьяноваться до сюда а по денег немного не хватает накопили еще обезьяноваться поставим как-нибудь куда-нибудь давайте вот сюда включаем ее уже на верхнюю линию вас тут ничего не видно было здесь конечно происходит вас тут ну ничего если вы еще знаете какие обезьян надо ставить чтобы наш храм солнца точнее как настоящий бог солнца потом был еще сильнее пишите в комментариях я к ним прислушаюсь обязательно пробуем следующий раз сделать как-нибудь его еще сильнее хотя я вроде бы и так все использую как бы стараюсь сделать его невероятно сильно и мне так кажется пока что этих ваши нам хватит можем еще вот эту принципе обезьян ниндзя поставить вкачать его на нижний уровень на нижнюю линию чтобы тут как раз он очень сильно пробивать мало бы сейчас проверяем по радиусу вот смотрите вот такой вот у него радиус мы должны поставить 2 супер обезьян который не входит в этот радиус вот как раз таки вот следовало сверху место которое да не попадают спокойно и мы вкачиваем например вот эту обезьяну на верхней линии вот это на нижней и при этом надо их полностью прокачать на верхнюю и на нижнюю линию сейчас нам остается немного покопить денег вы бы набрать до этого и также нам надо будет еще адору вкачать до 20 уровня вот она стала максимально сильно и также сколько же у нас тут теперь бонусов идет 78 раунд и у нас там все идет просто мы максимально всего поставили и мне даже по я курсор потерял мне даже вот интересно мы может быть также и смогли бы пройти на сложном уровне сложности многие проходят на легком уровне сложности и говорят что на сложном это не получается и не действительно интересно потом попробовать получается ли это или нет на сложном так что если вы захотите пробовать то на всех случаев попробуйте это на легком уровне ну что именно легком уровне все советуют и Говорят, что будет легче на легком. Ну вот, осталось накопить еще тут 200 тысяч. В этом еще 425 тысяч будем копить. Уже на настоящего бога солнца. Ну, на самом деле, вроде бы у нас появится не настоящий бог солнца, он как-то называется настоящий мстительный бог солнца. То есть он станет еще круче, еще сильнее. И посмотрим, до какого раунда мы так сможем дойти. Очень интересно, на самом деле. Пока что 83 раунд, а вообще не чувствуется. Ну, конечно, у нас такая анархия на экране происходит. И после того, как мы прокачаем как бы настоящего бога солнца, у нас это все пропает. Станет легче, но мы, конечно, еще потом поставим чего-нибудь для помощи. Так. Легенда о ночи тоже у нас прокачалась. Самое интересное в том, что я как бы легенду о ночи никогда не вкачивал до конца. То есть я не смотрел, на что она способна. А так как у нас тут сейчас немерено банановых ферм, то я спокойно смог прокачать. И при этом мы даже не посмотрим, на что она способна. Потому что нас интересует не она. Так. Так же надо будет еще что-нибудь вкачать, поставить, чтобы на пожертвования Адори отдать. Как-то мы даже вот так вот сделаем. Сбираем пожертвования, чтобы ей уровни повысить. А то мне так кажется, деньгами это будет еще дороже. Лучше уж так деньги потратить. Кто она, 20 уровня у нас? Теперь мы спокойно можем копить 400 тысяч. Или 120 тысяч нам надо. Так. Уже совсем немного, кстати, нам осталось. И похоже, мы действительно к сотому уровню и успеем все пройти. И как успеем возвыситься. Очень интересно, что у нас получится. Интересно, какая сила будет у нашей суперобезьяны. Вот так постепенно, типа чуть-чуть, немного урона-то наносят. Все равно основной урон это, похоже, да, от обезьян асов. Ну и наши суперобезьяны тоже безумное количество наносят. Так, ну что, давайте я убираю тогда нашу скорость. И возвышаем нашего бога солнца. Так. И посмотрите, что у нас вышло. У нас изменилась карта. А стала такая кровавая вся. Мы поглотили очень много всего. Так, поставили быстро ему радар. Чтобы он видел все-таки наших... Как бы комфлированных шаров. И посмотрите, что стало с Адорой. Адора тоже изменилась. То есть она теперь не золотая, а стала вся такая темная. И вот как раз-таки наш настоящий, или как там, истинный мстительный бог солнца. Вроде бы он как какой-то вот такой вот. И посмотрите, что стало с картой. То есть это, видимо, ее истинное обличие. И песочная такая темная. Прям какая-то кровавая луна. И вы могли только что заметить, что мы просто спокойно только что закончили сотый раунд. У нас эта одна обезьяна сама со всеми справилась. И у Адоры, вы посмотрите, какой у нее радиус. Как она начинает бить. Я, конечно, не уверен в том, что влияет ли усиление... Ну, влияет ли это возвышение на Адору, на самую... То есть меняется ли у нее еще какие-то способности, становится ли она сильнее, или это просто читается как косметическое изменение. Какая-то обезьянулася и вкачиваем нижнюю линию. Вот так еще становится сильнее. Будет как дополнительная помощь, и посмотрим, на сколько раундов нас этого хватит. Вот, вы посмотрите, как он убьет. Это наша супра-обезьяна. Полурон. И сколько денег? 275 тысяч он уже выдал. Это что вообще? Как это? Откуда такие деньги? Я в шоке. То есть теперь мы можем еще поставить ему как дополнительную помощь. Давайте здесь, например, поставим нашу ледяную обезьяну. Будем просто всех квадрат ставить, чтобы действительно помочь ему как-то пройти дальше. Конечно, мне так кажется, он и сам пройдет дальше. Ведь у него нет такого, что ему прям прочно нужна чья-то помощь. Ну, от помощи обычно отказывается как-то неприлично. А денег у нас очень много, очень. Вы посмотрите, уже 400 тысяч опять. Видимо, этот истинный бог только приносит денег. Это вообще... Я в шоке. Так вот так поставим тут. Просто вообще рандомно ставим. Какой урон. Я еще пока играл в эту игру, ни разу такого урона не видел. Так, нам надо, кстати, алхимика поставить. Я вот понял. Вон, нам тут сделать бесконечные отвары. Чтобы они усилились у нас. Что бы можно было поставить? Куда-нибудь вот эту обезьяну. Правда, она у меня вроде бы не так вкачена. Круто. Чтобы прям вот посмотреть. Ну, хотя она так, она тут вроде бы разгонять кого-то будет. Правда, я не знаю, как это работает. На этих она вроде не попадает. Ну, да ладно. Посмотрите, 500 тысяч... ...долларов у нас. А урона этой суперобезьяны уже 3 миллиона. И проходит она абсолютно спокойно. Так, можем, конечно, здесь поставить нашего темного рыцаря. А, то есть мы его, кстати, поставить не можем, представляете? То есть, несмотря на то, что... ...раз бы они поглотились нашим богом... ...все равно мы не сможем их вкачать до последней ветки. Так, вот так вкачаем ему. Посмотрим. Здесь вот так вкачиваем. Просто вообще все деньги тратим. Что нам? Мне кажется, мы сейчас даже больше зарабатываем, чем тратим. Несмотря на то, что, как бы, деньги уходят как не в себя. Этого даже как-то и незаметно. Ужас. Сколько мы уже все поставили, вы посмотрите. Мы вообще сейчас не даем шанса никому пройти. Ну и хорошо. Не надо. И вообще что-то пробовать. Так. Как-нибудь еще тут вкачиваем все. И мне так кажется, скорее всего... Мы сейчас будем ставить на паузу и проверять вообще, сколько раундов мы так осилим. Потому что я уже ничего не вижу. Абсолютно ничего не вижу. Какой ужас. Так. Так, вкачиваем. Что у нас здесь? У нас все, обезьяны, мага. Как дела? Он тут всю карту своими дирижавлями загородил. Наверное, мы его все-таки лучше продадим. Чтобы хоть что-то видеть на этой карте. Да, действительно, стало намного легче. Экспользуем скиллы. Кстати, посмотрите, как скилл у Адоры поменялся. У нее шар теперь такой темный. Переработали ее очень сильно. Очень интересно все выглядит. И вроде бы у самой у Адоры есть еще платный скин за 2 500 долларов. Как я знаю, игровых. И при этом она еще там меняется. Если я не забуду, то могу вставить скриншот того, как она будет выглядеть темной с тем скином. Ну, урон. Она бьет, как не вся. Вы посмотрите там. Ну, конечно, ей супер-обезьяна это не сравнится. Уже 5 миллионов урона. Я в шоке. 131 раунд. А мы его вообще не чувствуем. Я сейчас думаю, может быть, там действительно надо было повод пройти его на сложном уровне сложности. Потому что на легком у нас как-то так вышло прям... Все хорошо. Как мы что-то усилили? То есть она еще стала сильнее? Или как это работает? Я сейчас думаю вообще продавать всех наших строений. То есть вот так вот убираем все лишнее. То есть только некоторых оставим, которые усиливают. Просто мне действительно сейчас хочется узнать, сколько раундов мы пройдем с самой этой башней. Так. Ну, клеймечек он... Как этого тоже? Продадим, что нам? Ой, я ледяного продал на теме. Тоже. Ледяного можно обратно вернуть. Потому что он, что он будет... Так же, как помогать в основном. Клеймечка тоже поставим, но вкачаем его по другой линии. Я бы хотел его тут вкачать, чтобы он замедлял муабы наши. И теперь мы как раз... Ой, я ледяную пушку не поставил. Теперь мы как раз будем смотреть, на что способен сам один этот наш бог. По урону, посмотрите, как он быстро накапливается. Это вообще... Скорость нереальная. Так, если еще улучшить, он еще сильнее становится. А другие наши обезьяны... 124 урона, посмотрите. Еще ледяная обезьян, да, начинает много набивать. Клеймечек там... 2800. Обезьянный инженер 9000. Клеймечка я сейчас опять продам. Я другого... Не так вот хотел, как хотел. Вот так вот. Он у нас побыстрее делается. Наша обезьянная деревня тут еще. О, молоко не до конца вкачали. Он звук. Мы накопили 1 миллион, ребята. Вы не представляете? Так, можем нашу банановую ферму... Ой, нет. Банановую ферму падать... А, блин, точно. Максимально уровень, что только одна может быть. А я там... Что забыл? Хотите бананы? Вот вам бананы. Сколько она денег приносит? 93 тысячи было. Ну, то есть, тысячу с лишним она теперь за каждый раз нам выдают. Сейчас даже посмотрим. Да, полторы тысячи где-то вот выходит. То есть, прям... Большие деньги, мне кажется. Так, спалилась. Подводник. Продаем. Потому что мы не используем твою силу. Просто бульканье какое-то происходит. Ну, что-то отвезем на инженера, я не знаю. Фиолет водопадов я просто не замечал в самом начале. Только что проходил фиолетовый... Вот, посмотрите на этот фиолетовый дирижабль. Как он моментально пробивается. И все. И все, его нет. То есть, он уже начинает другой бить. Еще и другой уничтожил. То есть, еще вот это использует способность. Фиолетовый дирижабль. Не разговаривает. если бы мы бы еще бы поставили очень много новых обезьян наверное бы еще бы дальше прошли и тогда был бы уже невероятный урон то я вообще в шоке наши уже банановые фермера немного бесполезен 156 тысяч 4004 тысячи это до сих пор приносит уже 800 тысяч а это 1 миллион 20 миллионов и продолжает расти до сих пор видимо еще очень долго будет расти потому что если можно посмотреть что пока что он запросто со всеми абсолютно со всеми справляется более у нас тут и есть еще дополнительные бонусы которые еще ускоряют и тогда он сейчас особенно многое адора при этом тоже 150 тысяч урона как-то бы и кажется она бы намного большего еще нанесла урона только из-за того что она сейчас стоит в самом центре я на нее должны вестись не могу вот она из того что хотя у нее радиус довольно таки большой но он все равно не везде достает а основной урон просто становится обезьяна бог не дает вообще другим нанести какой-либо урон просто в секунду где-то пробивает тысяч пятьдесят но то адора способность тоже очень сильно тоже очень много наносит по 80 тысяч образ очень прикольно мне очень было интересно как узнать вот посмотреть на что вот эту способность и когда об этом узнал что есть такая тайная и герой и обличие адора и карты я не знал что карта при этом меняется вообще интересно как раз тут посмотрели то есть это как или я вообще не жалею об этом 30 миллионов урона уже можно так сказать она набрала и продолжать это на шарами бьет это за шары вообще такие то есть это носила мысли уже пробивает всех просто шары размером самого обезьяну по крайней мере голову с размером головы 52 раунд продолжают у нас тут идти даже почти не понимаю какие там проходят дирижабли или шары потому что они максимально быстро уничтожаются пока что нас видимо идут красные а вот опять фиолета выйдет видимо недолго он будет идти ну что да то есть они одновременно пробивают два дирижабли при этом уничтожают их спокойно тем временем у нас уже идет сто семьдесят пятый раунд еще ни одного шара не прошла не прошло хотя если бы хоть один прошел на наверно мы бы уже проиграли потому что они сносит невероятное количество хп и давайте посмотрим сколько у нас уже нанес урона наш бог 136 миллионов нужно 137 же максимально быстро идет уже 138 а дура уже ну так то 800 тысяч снесла нормально ну вот истинно мстительным богом солнце это явно не сравнится уже 142 миллиона при этом до сих пор идет очень сильно очень быстро даже не верится мне интересно до какого раунда мы сможем так дожить а вот и двухсотый раунд так ускоряем все усиливаю а то очень хочется его пройти и как я понял тут даже защищенный фиолетовый дирижабль пошел тем временем наш бог солнца из 390 миллионов урона представляете а адора 24 миллиона до 24 это невероятная сумма и все и то есть один мы уже уничтожили второй также пошел до невероятно все 200 первый раунд но ничего продолжаем смотреть насколько хватит ну и как вы можете заметить не так уж далеко мы и ушли то есть мы проиграли на 200 третьем раунде очень как 230 третий раунд это невероятно в большая дистанция и никогда так далеко не заходил и при этом у нас не было такого не было обязательности или как обязанности пройти как можно дальше мы к этому не стремились мы стремились попробовать поставить этого истинного мстительного бога солнца посмотреть как это меняется из сколько раундов мы с ним можем пройти при этом особо не ставив больше никого то есть основные оставшиеся наши герои это были поддержка поддержка все то есть больше такого не было башна размещена 64 это вот половина это вот все наши были фирмы я как понял 64 это даже учитывается те которому продали потом шаров пробита 461 миллион получено денег пять с половиной миллионов пробитому от 53 тысячи использована сил 7 этот который в самом начале у нас было с фермеры вот это всего мгновенный набор в использовании способности 165 обязательно звезда это вот наш истинный мстительный бог солнца 424 миллиона урона это в шоке и мы как раз таки не смогли потом пробить в этом раунде бронированный челетовый дирижабль который на нее тоже колоссальное количество урона но кстати почти его пробили то есть было их очень много это было очень тяжело пройти также нам дали очень много достижений сейчас мы на них раз таки и посмотрим так уничтожьте дтт 5000 раз вот сколько мы получили то 750 использовать способности 25 раз пробить по 1000 фиолетовых шаров даже и вот видим как раз таки специально достижения когда планеты строится особо мило ничего себе же есть удивительная милота от нового достижения сразу же как это получить 35 достижений получили новое достижение ничего себе очень много всего выполнили очень много всего узнали в этой серии я вообще теперь в шоке от того насколько силен этот истинный мстительный бог солнца насколько его тяжело получить при этом того что мы использовали силы и легкий уровень сложности то есть на сложном это будет намного труднее много тяжелее этого добиться а я вам действительно советую хотя бы один раз да попробовать его использовать надеюсь что вам понравилась эта серия что она была информативная не скучная с вами был диктофон подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях какой бы контент чтобы вы хотели бы увидеть вообще на моем канале паблунс тэдэй или какие-нибудь другие интересные игры которые вас могли бы заинтересовать так всем удачи и всем пока